А что вы там смеетесь? Что со смеетесь? У меня сегодня самый крутой переводчик в Болгарии. Найдобор приводач. Тема моей проповеди сегодня... И тема данная днешнда проповед? Быть покаянным или быть раскаянным? Это было покаянным или это было раскаянным? Сегодня мы рассмотрим, в чем отличается покаяние. И днешне разглядываем, какая разлика там между покаянием и раскаянием? И раскаянием. И раскаянием. Знаете, на этой неделе я получил несколько таких откровений. И тази седмица аз получих няколко подобни откровения. И одно из откровений, оно такое очень интересное, я хотел бы немножко им поделиться. И еднота от тях беше много интересно. Бих искал да се споделя с вас. Вы знаете, в мире говорят так. И знаете ли, в света казват последния начин. В этой жизни важно построить дом. Този живот е важен да се построи къща. Знаете ли, тази пословица. Посади дерево. Да се посади древо. Ну и чтобы ребенок родился. Да се роди дете. И я вот так, как бы для себя открыл на этой неделе о том, что эта поговорка, это всего лишь такой физический прообраз духовного мира. Я за себе себе разбрах, че тази пословица е като физический прообраз на този свят. Все довольно точно. Всичко все точно. Но для нас христиан немножко идет такая трансформация. Обаче за нас христианите има една трансформация. Это мое личное откровение. Това е мое личное откровение. Я думаю, что для любого христианина очень важно Яз мисля, че за всякий един христианин е много важно Построить в своей жизни какое-то служение. Да построи в свой живот някакво служение. Вот в моей жизни, как пастыря, мне важно было построить церковь. И в мой живот, като на пастор, мне беше много важно да построить церква. Построить здание. Да построя сграда. Здание церкви. Сградата на церква. Построить служение. Да изградя служение. Чтобы церковь наполнилась. Церквата да се напълни. И самое главное, чтобы в этой церкви была атмосфера Божьей любви. Чтобы Иисус Христу в этой церкви было хорошо. Потому что это Его церковь. И она исполняет Его слово. И любит Его всем сердцем, всей душой, всем разумением. Я думаю, что у каждого христианина должно быть такое, что на первом месте мне надо что-то построить, какое-то служение. Второе, посадить дерево. Я думаю, что, ну вот, я получил для себя, что для христианина очень важно, чтобы в его жизни было дерево жизни. Чтобы было откровение, свежее откровение. Все мы движемся откровением. И ние всички се движим през откровение. Каждый христианин призван двигаться откровениями. Всеки един христианин е призван да се движи по откровение. И Иисус Христос открывает каждому по мере возрастания. Иисус Христос обещал, что из нашего сердца потекут реки в воде живой. Каждый из нас призван быть источником. И всеки от нас е призван да бъде источник. Источник в воде живой. Источник на живота вода. То есть в наше живот трябва да има дарвото на живота. Можете сказать на это аминь? Можете да кажете аминь на това. И третье. И третято нещо. Каждому из христиан очень важно иметь способность рожать. Всеки един от христианите трябва да има способността да рождах. Не важно, брат или сестра. Не важно, дали сте брат или сестра. Ты должен быть беременным периодически. Ти трябва да си время от время бременен. Да должен рожать. Ти трябва да рождаш. И делать учеников. И да правиш ученици. Учеников Иисус Христа. Если в твоей жизни нету детей Божих, детей духовных. И ако в твой живот няма Божие духовни деца. Что-то с тобой не так. Значи нечто не е наред с теб. Потому что продолжение человеческого рода это очень важно. Защото продолжаванието на човешки рода много важно. Но рожать Божие детей это еще более важно. Но да рождаем Божие деца е още по-важно. Рожать и взращивать их. Да рождаем и да ги гледаме. До мера у полного возраста Иисуса Христа. Докато не пораснат на полного возраста на Иисус Христос. Можешь сказать на это Амин? Можете ли да кажете Амин? Вот такое откровение получил на этой неделе. Такое откровение получил на этой неделе. Не знаю. Нравится вам, не нравится. Но какое есть. Первое место, которое я хочу сегодня открыть. Это Евангелие от Матфея 27 глава. С первого стиха. На проекторе мы можем видеть на болгарском языке. Я прочту на русском. Когда же настало утро, все первосвященники старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели, предали Его Понтию Пилату правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, Иисус Христос осужден, и раскаявшись. Давайте мы запомним, что Иуда Искариот раскаялся. Некрасиво вспомним, что Иуда раскаялся. И раскаявшись, возрастил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему, что нам до того, смотри сам. И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. То есть повесился. То есть сеубеси. Или на русский сеудави. Что это значит? Какво значит «ва»? Это значит о том, что Иуда в определен момент он раскаялся. Значит, что Иуда в один момент се раскаял. Он осознал, что он совершил очень плохой поступок. Той осознал, что извершил много лоша поступка. Он предал своего учителя. Той предал своя учителя. Более того, он продал его за деньги. Той го продал за пари. И на эти деньги хотел что-то себе купить. И за тези пари искал да си купи нещо. Более того, он не верил, что Иисус Христос воскреснет. И освен това, той не верил, что Иисус Христос ще воскресне. Он узнал, что Иисус Христа взяли, что Его осудили. Той разбрал, что Иисус Христос са Го хванали и са Го усыдили. И что Его обязательно предудат смерти. И Он умрет. И че Той задължително ще умре. И Иуда стало очень стыдно. И Он раскаялся. Но помогло ли это Ему? Библия говорит о том, что не помогло. Угрызение совести. В фильме «Страсти Христовы» этот момент показали очень ярко. «Страстите на Христос» много добрее показано. Когда Иуда искариот продал Иисус Христа за деньги. Когато Иуда продава Иисус Христос за пари. Показали момент, как Его начали одолевать беси. Показват момент, когато започват демони да Го обсебват. И Иуда просто не мог этого больше вынести. И Той просто не могал да издържа. И Он пошел повесился на дереве. И Той утишелся, обесил на едно дърво. И Он висел на этом дереве и никто не хотел его там снимать. До тех пор, пока Он не стал разлагаться. И пока кишечник не выпал на землю. И та земля, на которой Его похоронили, она считалась проклятой землей. Такой конец одного из апостолов. Апостолов Иисуса Христа. был и грех на един от апостолов, на Иисус Христос. Так что из нас никто не застрахован, если апостол может упасть с такой высоты. То любой пастор, любой евангелист, учитель может упасть и отпасть. Значит, всякий един пастор, евангелист или учитель может упасть ни по подобной начины. И мы живем, к сожалению, в такое время, в последнее время. Совсем недавно передавали о том, что у один пастор в Америке повесился. Еще где-то в Великобритании еще один пастор покончил жизнь самоубийством. Как вы думаете, нормально это для христиан? Если один христианин, тем более священник, идет и заканчивает жизнь повешением. Я думаю, что это ненормально. Поэтому мы сегодня разберем тот момент, почему это происходит. Давайте мы посмотрим, что такое покаяние. Я могу так сказать, что в Библии есть четкое определение понятия покаяния. Это написано в послании к евреям. Шестая глава с первого стиха. Послание к евреям, шестая глава, с первого стиха. На проекторе мы видим перевод. С первого по девятый стихи. Посему оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях и возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему. Земля, пившая многократно, исходящая на нее дождь, произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, производящая терния и волцы, негодная, близка к проклятию, которого конец сожжения. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, хотя и говорим так. Аминь. Это про нас. Аминь. Твай за нас. Вы знаете, здесь есть четкое определение покаяния. Итог ему точно-то определение на покаяние. Что такое покаяние? Какое покаяние это? Первый стих покаяния это одно из основополагающих учений. Первый стих покаяния это одно от первоначалу учения. Это начатки учения Христова. Твое начало этого учения на Христос. Написано, что это основание. Пишет, что твое основание это. Покаяние это есть обращение от мертвых дел. Покаяние от мертвых дел. И вера в Бога. И вера в Бога. Давайте, пожалуйста, мы это запомним. Нека го запомним. Покаяние это есть обращение от мертвых дел. Покаянието е, когато се обръщаме от мертвите дела. Я оставляю свои мертвые дела. Аз ги оставям тези мертвите дела. Поворачиваюсь на 180 градуса к Богу. Обръщам се на 180 градуса к Богу. И начинаю доверять Ему полностью. И започвам да се доверявам на Него напълно. Выхожу из-под власти греха. И вхожу под власть Бога всемогущего. Аминь или не аминь. Выхожу из рабства проклятия. И вхожу в Божие благословения. Выхожу из страха смерти. И прилепляясь к вечной жизни. К источнику вечной жизни. Который ес Мой Господь Иисус Христос. Как вы думаете, отчего спас нас Иисус Христос? Какво е спасението изобщо? Иисус Христос спас нас от власти греха. И мы не призваны больше жить в Нем. И не сме призвани повече да живеем в Него. В греха. Иисус спас нас от проклятия. И дал нам благословение. Иисус исцелил нас от болезни. И дал свое здоровье. Свое тело Христово. Свое тело Христово. Которое непрестанно омывается драгоценной крови Иисус Христа. Мы, христиане, не боимся смерти. По крайней мере, не должны бояться смерти. И ние, христианите, не се страхуваме от смърта. Поне така трябва да е. Потому что первая смерть, это всего лишь переход. Защото първата смерти, это само преход. От этой временной жизни. От този временен живот. К жизни вечной. Кам вечный живот. Скажи аминь. Кажите аминь. Потому что это библейская истина. Защото твое библейская истина. Это всего лишь основание. Твое само основание. Это с чего нам надо начинать. Твое нечто, от което треба да започнем. Это то, что в нас должно быть заложено. От самого начала. Аллилуйя. Давайте я открою следующее место. Мы запомнили, что покаяние, это есть отвернуться от греха. Мы запомним, что покаяние, это значит да се обърнем от греха. И повернуться к Богу. И да се обърнем к Богу. И полностью ему довериться. И наполно да се доверим на Него. Ивангелие от Матфея 26 глава. Матфея 26 глава. С 30 стиха. От 30 стих. Перевод уже есть. Здесь написано. И воспев, Иисус Христос тоже пел. Слава нашему Богу. Иисус Христос и что и пел? И воспев пошли на гору Илеонскую. Тогда говорит им Иисус. Вы все соблазнитесь о мне в эту ночь. Ибо написано. Поражу пасторя и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ. Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Есть хорошая поговорка. Никогда не говори никогда. Потому что мы люди ограничены. И наши силы ограничены. Только у Бога безграничная сила. Самый Бог ему безгранична сила. 34 стих. Иисус сказал ему. Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня. Говорит ему Петр. Хотя бы надлежало мне и умереть с тобой, не отрекусь от тебя. Подобно говорили и все ученики. Чуть-чуть ниже, дальше, 63 стиха. Малкупона до лоджейсей, 3 стих. Также в 26 главе. Иисус молчал, и первосвященник сказал ему, заклиная тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус говорит ему, ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите, Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облагах небесных. Тогда первосвященник разодрал одежду свою и сказал, он богохульствует. На что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? Они же сказали в ответ, повинен смерти. Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его по ланитам, то есть по щекам, и говорили, прореки нам Христос, кто ударил тебя? Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала, и ты был с Иисусом Галилеанином. Наташа, можно водичку? Семидесятый стих. Семидесятый стих. Но он отрекся перед всеми, сказав, не знаю, что ты говоришь. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая, говорит бывшим там, и этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся с клятвою, то есть он начал клясться. С клятвой отрекся от Иисуса Христа. И он опять отрекся с клятвой, что не знает всего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру, точно ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя. Тогда он начал клясться и божиться, то есть заклинать перед Богом, что не знает всего человека, и вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет петух, трижды отречусь от меня, и, выйдя вон, плакал горько. Аминь. Аминь. Что произошло с Петром? Как вас и случилось с Петром? Если Иуда Искариот предал Иисуса Христа один раз? Что Иуда предал Иисуса Христа? Само видно? Петр предал и отрекся от Иисуса Христа с клятвой, божился перед Богом, что не знает этого человека, трижды. Петр со склятва предал Иисуса Христа три пути. Грех его был, может быть, даже намного более страшный, чем грех Иуда Искариотта. Но что мы видим дальше? Давайте мы откроем Евангелие от Иоанна, 21 глава. Мы здесь прочитаем такую историю, когда Иисус Христос уже воскрес и опять явился своим ученикам. 21 глава с первого стиха. После того опять явился Иисус ученикам своим на море Тивериасском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый близнец, и Нафанаил из Кана Галилейской, и сыновья Зивидеевы, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит ему, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобой. Пошли и тотчас пошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. То есть эти бывшие рыбаки ловили рыбу всю ночь. Это были, знаете, такие промысловики. Они ловили сетями, как и сейчас. Ну, мы можем видеть на катерах, ловят рыбу сетями. Для того, чтобы потом продавать эту рыбу, иметь прибыль. То есть раньше это был бизнес. То есть преди твое бил бизнес у этих учеников Иисус Христа. И когда Иисус Христос умер, и они находились в каком-то первое время невидении, еще не верили в то, что Он воскрес. И они подумали, ну что нам делать? Иисус Христа нету. Будем заниматься тем, чем мы раньше занимались. То, что мы умеем. Пойдем ловить рыбу. Ловили всю ночь и ничего не поймали. С четвертого стиха. А когда же настало уже утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули, знаете, в другом Евангелии написано, Петр сказал своими словами, закину по Слову Твоему. В другом Евангелии пише, что Петр сказал, аж те хвырля мрежите спорить Твоето Слово. Как важно закидывать все эти по Слову Иисус Христа, по откровению. Колкою важно, да хвырлям мрежи спорить откровение, спорить Слову Божие. Аминь или не аминь. Важно делать бизнес. Бог не против бизнеса, но делать его по откровению. Бог не против бизнеса, и когда я уже здесь своими словами, они закинули сеть, они уже не смогли ее вытащить из воды. И смотрите, что происходит. Седьмой стих. Седьмой стих. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. Как вы думаете, в какую сторону бросился? Может быть, он хотел уплыть от Иисуса Христа? Как вы думаете, на коя страна он был везем в озеро? Может быть, он искал да избегал от Иисуса Христоса? Куда бросился, Петр? На къде он был? Он не стал ждать, когда лодка пристанет к берегу. Он просто бросился к Иисусу Христос. И они там какое-то время были вместе. Я почему-то думаю, ну, точно не написано, но я почему-то в этом даже не сомневаюсь, что было глубокое покаяние Петра там, когда они остались один на один с Иисусом Христом. Не написано, ваше я сам сигурен, ваше Петр получил много голямого покаяния пред Иисус Христос. И смотрите, что дальше происходит. Как вас следует? Восьмой стих. Восьмой стих. А другие ученики приплыли в лодки, ибо недалеко были от земли локтей около двухсот, таща сеть с рыбой. Это примерно пятьдесят метров. У вас около пятьдесят метров. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали. И смотрите, этот стих говорит о том, что Петр был очень сильным человеком. Очень сильным. Тот стих говорит за то, что Петр был много силен человек. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было сто пятьдесят три. Сколько там было килограмм? Сколько килограмма са били? Ну, что-то примерно, я могу так сказать, что-то, ну, ну, пусть это будет где-то около ста пятидесяти, там, двухсот килограмм. Ну, один человек. 150-200 килограмм и один человек геизваждал. Вытащил вот эту сеть на берег. Как вы думаете, это сильный человек? Я думаю, что это очень сильный человек. Поэтому я вот совсем недавно проповедовал на эту тему. И говорил о том, что когда Иисус Христос чуть позже спрашивает, Петр, Симон, сын Ионин, любишь ли ты меня? И первый перевод говорит о том, все свои силы. И за то, куда Иисус Христос пито, Симон, обичаешь ли мы первое место, казалось, с целой этой силой? И Петр воскликнул с радостью. Да, я люблю тебя всей своей силой. И Петр казалось с радостью, да, обичем ты с целой этой силой. И Петр это доказал, даже физически. И Петр доказал физически. Потому что до этого он одному даже воину отрубил ухо. Что-то преди два даже отрезал уходу на един войник. Как вы думаете, легко ли рыбаку, который никогда не держал меч в руке, отрубить ухо профессиональному солдату? Я думаю, что это тоже непросто. И смотрите, в чем суть покаяния. Основная мысль моя сегодня. Это тоже откровение. Вы знаете, раскаяться, можно и без Бога. Давайте мы это запомним. Раскаяться можно и без Бога. И Бог может быть тут вообще ни при чем. И Бог может быть не причастен. Непричастен, да. Мы помним, да, мы все еще жили, застали там Советский Союз. Не всички мы живяли в Советский Союз. И в этом безбожном мире, когда атеисты на комсомольских собраниях призывали людей раскаяться, вам надо раскаяться в этом проступке. И выводили на центр, вот так, ну, обличали его. И человек признавал какие-то свои ошибки и раскаивался. Раскаивался неверующий человек. И о Боге ничего не говорилось. И нищо не се говорило за Бога. Просто человеку было очень стыдно. Так же было как стыдно и от Иудия и Искариото. И смотрите, еще раз повторяю мысль. Раскаивается можно и без Бога. И после раскаяния человек остается без Бога. И приходит дьявол, приходит другая сторона. И идва дьявол от другата страна. Для того, чтобы украсть, убить и погубить. За да открадни, да уби и да погуби. Это так или не так? Так или? Это то, что произошло с Иудой и Искариотом. Конечно, какой-то случай с Иудой. Он раскаялся. То есть раскаял. И все равно остался сам. И так и останал сам. Как вы думаете, если бы Иуда и Искариот пришел к Иисусу Христу с глубоким покаянием, простил бы его Иисус Христос? Как вы думаете? Как вы думаете? Я думаю, простил бы. Лично для меня это бесспорный факт. Но почему-то Иуда и Искариот больше поверил дьяволу. Дьявол, он мастер осуждения. Очень часто люди, совершив какое-то деяние, очень злое деяние, они даже не догадываются, что приходит прокурор, такой, знаете, тот, кто в плане осуждения, ну просто стал уже давно невероятным профессионалом. Он, за който в осуждание, то есть стал много голям профессионалист. И приходят такие страшные мысли, ты что сделал? И идут много страшные мысли, какво си говорят? Ты не достоин прощения. Ты не си достоин за брошката. Ты будешь гореть в аду. Вот этот грех простить нельзя. И този грех няма как да се простит. И вот эти мысли, они постоянно атакуют этого человека. И тези мысли постоянно атакуют человека. День и ночь. День и ночь без остановки. День и ночь без да спира. И в конечном итоге человек может реально сойти с ума. Или покончить жизнь самоубийством. Я сталкался с такими случаями, как врач-психиатр. Но, вы знаете, Библия всегда дает выход. Бог всегда дает выход. Бог винаги има исход. Давайте мы откроем первое послание к Коринфянам. И здесь я хочу прочитать первое послание к Коринфянам. Десятая глава. Десятая глава. Тринадцатый стих. Тринадцатый стих. Перевод есть. Я прочитаю. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог. Скажи, Бог верен. Скажите, Бог верен. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести. Аминь. Вы знаете, библейская истина говорит о том, что Бог никогда не дает быть искушаемым сверх силы. Что для нас, христиан, актуально? Что Библия говорит, что тот, кто живет в нас, он больше того, кто в этом мире, то есть по-голям от тех, кто в този свят. Понятно, что Бог сильнее дьявола. Разбираясь, Бог е по-силен от дьявола. Но с тобой ли он? Но дали то есть тебе? В тебе ли он? Дали е в тебе? Имеешь ли ты силу, чтобы победить? Дали имаш силата да победишь? Я хочу сказать, сам ты отдельно взятый не можешь победить дьявола. И я искам да кажу, что сам по-отделности няма как да победишь. Дьявол сильнее, хитрее. Дьявол е по-силен, по-хитр. Коварнее. Поковарен. Тебя. И он тебя обязательно обманет. И то есть задолжительно, что ты изложи. Но если ты больше доверяешь Иисус Христу, но ако ты больше доверяешь на Иисус Христос, то дьявол обречен на поражение. Тогава дьявол и мы обречены на победу. Аминь или не аминь? Аминь. И смотрите, что написано в послании к филиппийцам. Какое пише в послании к филиппийцам? Четверта глава. Четвертого глава. Четвертого стиха. От четверти стиха. Радуйтесь всегда в Господи. Не написано просто так. Напишите просто се радуйте. Наше радост в Господе. Аминь. Без Господа радостта не существует. Без Господа радостта не существует. Или тази радостта много слаба. Очень временна. Ненадолго. Радост в Господе, она бесконечна. И еще говорю, Радуйтесь. Кротость ваша, да будет известно, в чем человеком Господь близко. Не заботитесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед кем? Пред Богом. И смотрите, что всегда происходит, всегда это происходит. Седьмой стих говорит. И мир Божий, который превыше всякого ума, устроит ваше помышление в чем? В ком? Во Христе Иисусе. Скажи аминь. Первое послание Коринфян говорит о том, что мы пленяем всякое помышление, которое не подчиняется Иисусу Христу, в подчинении Иисусу Христу. То есть, да, извиняюсь, меня понесло. Написано о том, что всякое помышление, которое не подчиняется Иисусу Христу, мы пленяем, то есть у нас есть власть. пленять это в послушании Иисус Христос. И смотрите, что происходит. Что такое покаяние? Покаяние всегда происходит в связи с Богом. Мы не просто так оставляем свои мертвые дела. Человек без Бога может оставить свои мертвые дела ровно там на несколько секунд. И потом начнёт делать ещё более страшные дела. В чём суть покаяния? Это оставить свои мертвые дела. Отвернуться от этих мертвых дел. Повернуться к Богу. Открыть перед Ним все свои желания. Мышление своё открыть. Начать с Ним разговаривать. И твои помышления начинают выстраиваться в послушании к Богу. В твой мозг приходит совершенный мир. Аминь или не аминь? Аминь. В твоё сердце приходит совершенный мир. И в твоё сердце идёт совершенный мир. Сам Бог приходит в твоё сердце. И дьявол уже ничего, скажи ничего. И дьявол уже ничего не сможет с тобой сделать. Ничто не аминь может направиться с тобой. Аминь или не аминь? Аминь. Первое послание от Иоанна, первого глава, апостол Иоанн пишет. Он рождённый от Бога не грешит. То есть не делает систематического греха. То есть не находится в рабстве греха. То есть оставил грех. То есть получил спасение от власти греха. То есть ты получил спасение от власти греха. И написано «хранить себя». И лукавый не прикасается к нему. Смотрите, какая победа. И видите ли вы разницу между покаянием, истинным покаянием и раскаиванием? Есть разница? Давайте мы сегодня это запомним. Иуда Искариот раскаялся. И в этот же день пошёл и повесился. Апостол Пётр покаялся. И произнёс своё самое главное признание в своей жизни. Он признался. Как три раза он отрёкся, так три раза он произнёс такое мощное признание. Это была своего рода реабилитация, восстановление Петра. И он прогласил и сказал в глаза. Иисус Христу невозможно лгать. Ты знаешь, Учитель, я люблю Тебя всей своей силой. Ты знаешь, Иисус, и я тебя убичам с целой си сила. Я люблю Тебя всей своей душой, всем своим разумом. Но самое главное, я люблю Тебя всем своим сердцем, всей своей жизни. И в этот момент жизнь апостола Петра повернулась на 180 градусов. И в тот момент животът на апостол Пётр се обърнал на 180 градусов. И это стал абсолютно другой человек. И той стал совершенно друг человек. Тот, который отрекался, убегал. Он, за който се отрекал, избягал. Ходил туда, куда хотел. Ходил, където се искал. Это слова Иисус Христа. Това са думите на Иисус Христос за Пётра. Стал самым таким бесстрашным апостолом. Той стал най-бесстрашният апостол. После Пятидесятницы, в день Пятидесятницы, Он встал со своей первой проповедью. И в день на Пятидесятницата, Той се исправил со своята проповедь, не боясь физической расправы смерти. Без да се страхува от физическото наказание и смерт. Потому что такой риск был. Реально. Он начал проповедовать, в первый же день покаялась. Сколько человек? Той започнал да проповедовал и в первый день се е покаяло. Колко человека? Три тысячи, более трех тысячи человек. Более 3 000 человек. Не считая женщин и детей. Ну так написано, это не я придумал. На следующий день опять он проповедовал и покаялась 5000 человек. Я опять повторю, не считая женщин и детей. Мы знаем, что женщин и детей больше, чем мужчин, правильно? То есть покаялась десятки тысяч людей, на самом деле. И приняло водно-крещение десятки тысяч людей за считанные дни. Почему люди покаялись? Потому что покаялся апостол Петр. Потому что его покаяние было истинным. Явным и наглядным. Знаете, я тоже в это учение верю. То, что Святой Дух изливается на Святое. Перед тем, как излиться Духу Святому, Исус готовил своих учеников. Почему Дух Святой не излился на всех людей? Он излился только на 120 человек, которые ждали Его. Да, те, которые молились в горнице. И все, больше ни на кого не излился. Почему? Потому что эти 120 человек, они покаялись. И оставили свои мертвые дела. И приняли решение полностью доверять Иисус Христу. И са взяли решението на пълно да се доверяют на Иисус Христос. Можете сказать на это Амин? Можете ли да кажете Амин? Это моя проповедь сегодня. Това и моя проповедь сегодня. И я еще раз хочу напомнить тему проповеди. И аз вообще в дноши искам да напомня за темата на нашата проповедь. Быть покаянным. Да будем покаяни. Или быть раскаяни. Или да будем раскаяни. Кто ты? Кой си ти? Какой ты христианин? Каков христианин си ти? Может ты раскаиваешься? Может быть не совсем было понятно, что такое покаяние? И ты каждый день раскаиваешься. И не видишь результата. Вот сегодня эта тема о том. Что такое покаяние? Нужно просто оставить грех. Власть греха оставить. Повернуться к Иисус Христу. И доверить Ему всю свою жизнь. И да Ему доверим целия си живот. Все свое сердце. Цялото си сердце. Весь свой разум. Цялото си крепость. Цялото си крепость. То есть свое тело. То есть цялото. Чтобы Иисус двигался в нем. Иисус Христос да се движи в лени. Чтобы Иисус говорил через вас. Иисус Христос да говори через вас. Чтобы Он прикасался через вас. Да докосва через вас. Исцелял, освобождал. Да изцелява и освобождава. То, что Иисус всегда делает. Защото Иисус Христос го прави винаги. Потому что Он помазан. Искам днес да поканя една сестра. Закончат моё пробвание покаяние. Благословенная Александра. Давайте му поприветствуем.